Строительный процесс под контролем. Глава региона побывал на действующих стройках и пообщался с представителями заказчиков и подрядчиков объекта. Больше возможностей избирателям. Жители Ненинского округа смогут голосовать на выборах в Государственную Думу даже за пределами региона. С главными событиями к этому часу в студии Оксана Ульяновская. Губернатор проинспектировал ряд строительных площадок. На это ушло несколько часов. Особенно главу округа удивило то, что возведение некоторых объектов идет с опережением графика. Подвели, правда, дороги. В частности, в старом аэропорту и микрорайоне авиаторов. Там транспортные артерии не могут ввести в эксплуатацию уже несколько лет. Всему виной разногласия между подрядчиком и заказчиком. Игорь Кошин потребовал, чтобы все работы были закончены в срок и пригрозил персональной ответственностью за срыв контрактов. Подробности далее. Оценить темпы строительных работ глава региона Игорь Кошин решил сразу на 18 объектах. Начал со старого аэропорта. Многострадальная дорога на улице Российская. Вести в эксплуатацию должны были еще несколько лет назад. Однако при строительстве подрядчик на Ринмарское ДРСУ всякий раз допускал отступление от проекта. Сейчас, например, у заказчика объекта, городминистрации, претензии к качеству бетона, на котором держится бордюрный камень. Дорожники уже приступили к работам над ошибками. Игорь Кошин поинтересовался, есть ли у мэрии официальное заключение независимой экспертизы. Руководитель ДРСУ Владимир Низев уверен, бетон качественный и менять его не нужно. Как этого требует заказчик. А потому Игорь Кошин попросил представителей городминистрации в ближайшее время провести независимую экспертизу. Тем самым официально подтвердить, что бетон действительно плохой и не соответствует необходимым требованиям. Еще раз объясняю. У него структура... Александр Васильевич, давайте про структуры, пусть там спорят теоретики. История какая? Если вы считаете, что бетон не соответствует, дайте мне акт независимой экспертизы. Ну, я считаю, что у нас документы, которые мы составили, они как бы имеются, да? Вы можете собирать своих специалистов, составлять с ними все, что угодно. Игорь Кошин, мне отдайте, пожалуйста, акт. Вот послушайте, я... Ну, чтобы быть как бы... Я еще раз объясню. Сейчас вот они забивают кубики, стандартные кубики, те, которые положены. И вот они по ним подтвердят, какая у них марка. В прошлом году кубиков никто не забивал и как бы подбор состава бетона не осуществлялся. У меня нет оснований не доверять нашим специалистам. Поэтому дайте мне акт независимой экспертизы. Понимаете? Здесь же затронули еще одну больную для региона тему – земли для многодетных семей. Администрация города в свое время не сумела в этом микрорайоне подготовить 77 участков. Оправдывая, специалисты мэрии заявили, что работы были не выполнены из-за неподтвержденных запасов песка. Округ деньги выделил, город разыграл. Пришел подрядчик, который не имел подтвержденных запасов необходимых грунтов. Тем не менее, состоялся аукцион. У вас был ли конкурс? Состоялся аукцион, пришел подрядчик, объем работы выполнить не смог. Причина удовлетворительна или неудовлетворительна? И второй вопрос. По факту работы не выполнены. По факту здесь нет сегодня 77 участков. Подготовить земельные участки теперь предстоит округу. При этом деньги, которые выделялись администрации Наринмара, частично уже потрачены. Следующий объект – дорога на Тельвиску. Игорю Кошину доложили, а часть готового полотна необходимо демонтировать. Под асфальтом совершенно случайно был обнаружен высоковольтный кабель. В проектной документации пятилетней давности он не отмечен. Стали коммуникации проверять, которые у нас были на чертеже. И оказалось, что идут непонятный кабель, да еще в дороге несколько звездов. Все промолчали это. Проект это давно уже сделано, пять лет назад. Впрочем, главу региона это не удивило. В то время, когда разрабатывался проект, полномочия по дорогам исполняла Архангельская область. Соответственно, всю документацию на объект готовили специалисты из столицы Поморья. Чертежи наносились на бумагу, по всей вероятности дистанционно, без выезда на место. Изыскания, скорее всего, тоже не проводились. Для чего мы централизовали полномочия? Я просто вынужден еще раз, абсолютно верно, Александр Васильевич, 95-й закон. Потому что только централизация нам позволит заказывать проекты, в том числе и дорог, не маленькими кусочками, а потом лепить с них мозаику, не найдя ни крайних, ни виноватых, а иметь общий проект развития нашего города с общими коммуникациями, с общими дорогами, чтобы потом в полотне дороги не находить кобеля под напряжением непонятные, чтобы потом не находить колодцы, которых не должно было быть. Почему дорога там изменила направление? Ну, там, да, колодцы. В колодцы вдруг оказались колодцы, да? Чтобы у нас так не получалось, что тротуар у нас сразу проходит на выходе из гаража. Было у нас такое? Чтобы у нас не получалось, что дорога, которую мы в прошлом году строили, вдруг оказалось, проходит по детской площадке. Это вопрос не только городу. Это вопрос проектирования в принципе. Игорь Кошин напомнил, вовремя заключенный договор о возвращении полномочий из Архангельской области позволил округу получить свою строчку в федеральном бюджете. В этом году из российской казны удастся привлечь почти 900 миллионов рублей на дорожную и градостроительную деятельность. Активно помогают региону и недропользователи. На прошлой неделе компания «Русит Петра» объявила о том, что готова выделить 30 миллионов рублей на возведение детского сада в микрорайоне авиаторов. Его строительство, к слову, уже идет полным ходом. Подрядчиком выступает Краснодарское СМО. Сейчас ведутся работы по забивке свай. Дальше подрядчик приступит к устройству монолитной плиты. Все материалы, цемент, арматура на данный вид работ имеются. С начала июля будут начаты работы по доставке панелей с города Архангельска. Все работы будут завершены не позднее августа 2017 года. Проинспектировал глава региона и ход строительства жилого фонда. Этот дом возводит компания «ВМ-Инвест». Многие квартиры уже раскуплены. Собственники – участники окружной программы. Ипотека под 5%. Мы все время говорим, что округ у нас особая территория. Мы все привыкли строить и жить исключительно на доходах окружного бюджета. Сегодня мы должны активно внедрять в том числе и рыночные механизмы. И как раз таки 5% ипотека была рассчитана прежде всего для того, чтобы помочь застройщикам сформировать рынок жилья. Почему там нет льготных категорий населения в 5% ипотеке? Там самое главное, даже не количество собственности, которые есть в наличии, там самое главное, чтобы банк одобрил кредит. Здесь по плану строится 24-квартирный дом из конструкции ЛСТК. Здесь остальные 2 дома, 14-квартирный и 42-квартирный, тоже планировалось по поводу ЛСТК. Но с учетом того, что спроса нет под ипотечные кредиты. Сейчас мы перепланируем проекты под строительство из «Монолита». Срок ввода в эксплуатацию по декларации у нас декабрь 2017 года. Всех трех домов? Всех трех домов. А это уже улица Тыковылка. И хотя дом еще не построен, кстати, работы ведутся с опережением графика, большинство квартир тоже раскуплены, остальные забронированы. Это значит, 5% ипотека в регионе среди населения становится все популярнее. Осматривая объект, Игорь Кошин поинтересовался, сколько здесь трудоустроено местных специалистов. Оказалось, что из 15 каменщиков половина – приезжие. Причина основная в том, что наши не хотят работать на… Проблема просто. На издельную оплату, которые они работают. Понятно. Не хотят норму выполнять. То есть не хотят выполнять норму. Просто элементарную норму, которую установлены. Так, тогда у меня вопрос. Сколько каменщиков получает в месяц при выполнении нормы? Ну, у нас средняя… Больше 50 тысяч получает. Больше 50 тысяч. Это совершенно точно. Совершенно точно. Да, да. При выполнении нормы, которую мы положим. При выполнении нормы, которая положим. Проблема безработицы – это не только проблема власти, но это проблема все-таки и каждого жителя, у кого сегодня работы нет. Либо она есть, но не устраивает. Всегда есть два пути. Либо надо идти и трудиться, либо ждать у моря погоды. Осмотрел Игорь Кошин и будущий гостиничный комплекс на улице Рыбников. Его возводит на Рейнмар Стройинвест. Заказчик объединенный авиаотряд. По сути, это будущее малосемейное общежитие для сотрудников авиапредприятия. В каждом номере будет отдельный санузел и своя кухня. Стоимость контракта всего 99 миллионов рублей. Из оснований все по плану? Ну, стараемся по плану, по графику. То, что у нас с опережением даже. Мы, по идее, должны сдать этот объект в следующем году. Поэтому мы хотим, в этом планируем. Планы стоят на это. Вести в эксплуатацию данное здание. В целом, тем, как в регионе идет возведение социально значимых объектов, Игорь Кошин остался доволен. Главное, по его словам, чтобы все работы были завершены в срок. Ведь деньги из окружного бюджета на счета строителей поступают без задержек. Что касается дорог в старом аэропорту и микрорайоне авиаторов, то этим летом, как сказал глава региона, они непременно должны быть запущены в эксплуатацию. Строить один объект по несколько лет просто недопустимо. Олег Хатанзейский, Сергей Качугов, Телеканал Север. Жители Ненецкого округа смогут проголосовать на выборах в Госдуму за пределами региона. Специальной связью из Центральной избирательной комиссии в Нарьинмар доставили 500 экземпляров открепительных удостоверений. Посылка под грифом «Секретно» с пометкой «Выборная» получена избиркомом Ненецкого округа. Проголосовать на выборах в Государственную думу смогут даже те жители региона, которые в день голосования 18 сентября будут находиться за пределами Ненецкого округа. Для этого в регион отправлены открепительные удостоверения. По ним избиратель сможет проголосовать в любом субъекте Российской Федерации, но только за кандидатов по партийным спискам. Дальше мы их распределим по 250 штук, а всего мы их получили 500 штук на территориальные избирательные комиссии, передадим по актам, и избирательные комиссии территориальные в дальнейшем распределят их на участковые избирательные комиссии уже по своим расчетам, которые они сделают в ближайшее время. Но открепительное удостоверение избиратель сможет получить только в том случае, если у него будет веская уважительная причина, по которой он не сможет прийти на свой избирательный участок, где он проживает и где он, еще раз повторюсь, внесен в списки избирателей. До 2 августа 500 экземпляров удостоверений будут распределены между территориальными избирательными комиссиями Наринмара и Заполярного района. Выдача начнётся в начале августа. С 3 августа по 6 сентября документ можно получить в здании мэрии по улице Ленина, 12 и в посёлке Искателей по улице Росихина, дом 8, Цокольный этаж. С 7 по 17 сентября удостоверения будут выдавать в участковой избирательной комиссии по месту жительства. Также в избирательной комиссии закончен приём заявлений от кандидатов самовыдвиженцев. У нас в порядке самовыдвижения изъявили желание баллотироваться 3 кандидата. Это Полякова Мария Ярославовна, далее у нас идёт кандидат Кисляков Владимир Иванович и вчера вот буквально принёс документы Малышев Максим Васильевич. Вот все эти 3 человека, они изъявили желание баллотироваться по одномандатному избирательному округу номер 221 в порядке самовыдвижения. Напомню, что им сейчас предстоит изготовить подписные листы и собрать не менее 3000 подписей избирателей, проживающих на территории региона, которые необходимы для их регистрации в качестве кандидатов в депутаты Государственной Думы. Собрать 3000 подписей самовыдвиженцам необходимо в срок до 3 августа. Что касается кандидатов от партий, они должны подтвердить своё намерение участия в выборах не позднее 23 июля. Валентина Чебичек, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Один из самых молодых и перспективных в России. 15 июля Ненецкому округу исполнится 87 лет. К большому празднику готовится насыщенная программа. О великом фильме говорят его создатели. Ненецкая телерадиовещательная компания завершает уникальный проект, посвященный картине Атыковылки. 15 июля нашему округу исполнится 87 лет. По историческим меркам регион молодой. Уникальный наш край и по положению, природным богатствам и способам хозяйствования. История округа за полярным кругом в следующем сюжете. 15 июля 1929 года на карте Советского государства появляется новый, самый первый на Крайнем Севере национальный округ. Округ, который вот уже 87 лет гордо носит название Ненецкий. В самом начале своей истории в состав округа входили два района – Мизинской волости и области Коми. В декабре 1929 года в состав округа вошла Пустозерская волость и Прибрежные острова. Был образован третий район – Пустозерский. Административный центр из Тельвиски переносится в Нарьинмар. Постепенно в состав края входят новые районы. И уже через 30 лет с момента создания Ненецкий округ приобретает современные границы. В 1977 году ненцы Малоземельской тундры обратились к руководству в ЦИК с предложением дать им полное автономное право. Правительство решение одобрило, и на Европейском севере появился полноценный и равноправный регион, который стал домом для ненцев Большеземельской, Малоземельской, Тиманской и Канецкой тундр, а также для русских, украинцев, белорусов. В 1993 году Ненецкий автономный округ в соответствии с Конституцией Российской Федерации получил статус субъекта федерации. Основы экономики составляют нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие и газодобывающие промышленности. С 1988 года добыча нефти ведется на пяти крупных, 16 средних и 57 мелких месторождениях. С 2014 года отгружается нефть нового российского сорта «Арго» – первого месторождения на арктическом шельфе «Приразломные». Агропромышленный комплекс Ненецкого округа – одна из составляющих экономики региона и основной источник жизнеобеспечения коренного населения. Производством сельскохозяйственной продукции занимаются 255 хозяйств с различной формой собственности. Единственный в Ненецком автономном округе – муниципальный район Заполярный, образован в феврале 2005 года. В его составе 18 сельских поселений – административный центр поселок Искателей. Сегодня Ненецкий округ – стратегически важный субъект, культурный и промышленный центр Русского Севера. Награжден орденами Трудового Красного Знамени и Дружбы Народов. Традиционно День округа отмечают в сентябре после завершения сезона отпусков. К праздничной дате Ненецкая телерадиовещательная компания готовит уникальный проект «Солнечный снег». Это фильм о фильме «Великий самоед». Большой эпической ленте и судьбе первого ненецкого художника, сказителя и президента Новой Земли Илье Константиновиче Вылка. В этом году исполнится 35 лет. О том, как снимался фильм, кто из жителей нашего округа принимал участие в съемках, вспоминают сценарист, режиссер, оператор и герой фильма «Великий самоед». Слово имеет председатель Совета рабоче-крестьянских и красноармейских депутатов Новой Земли, товарищ Вылка Илья Константинович. Президент Новой Земли. Снять фильм о фильме – дело очень непростое, а тем более о фильме, снятом 35 лет назад. Тем не менее, мы нашли возможность связаться с главными создателями картины о «Великом самоеде», которые с радостью поделились с нами своими воспоминаниями о том, как и в каких условиях приходилось им работать. Такое впервые было. Вы представляете, снимать без лихтвагена, без электростанции, на каких-то движках. Вот, значит, мы пошли на остров Колгуев, взяли там, была директива, Леша, такой местный человек, с девятью собаками на этот корабль, и с ними двинулись туда на Новый Земль. Собаки же нужны были там, когда-то. Потом у мыса «Желание», буквально как «Русанов», да, одна из экспедиций, нас остановили льды, нас потеряли, пропала связь, весь Мосфильм жил, группа там, все были в курсе, мы были как папанинцы, знаете там. Она физически была тяжелая картина, нас и уносила там в море, и был отлив, и когда мы выпрыгивали из лодки, и тянули эту лодку, чтобы оттуда, так сказать, не упала аппаратура. Многие эпизоды фильма снимали на территории нашего округа, в Амдарме, на острове Вайгач, на побережье Баренцево и Карского морей, на Новой Земле. И, конечно, во многих массовых сценах снимались наши самодеятельные артисты. Больше всех радовались дети. Это я. 80-й год, 11 лет. Я был в больнице как-то, случайно девушка одна там, которая обслуживала буфет, и она говорит, Иван, вы меня помните? Я говорю, извини, не помню. А мы с вами ездили на фильм «Великий самоед» снимались, я там, мне так понравилось, все, поговорили об этом. То есть хорошие воспоминания у людей-то остались. На картину был приглашен уникальный актерский состав. Так как судьба главного героя Тыковылки разворачивалась во времени, то на роль «Великого самоеда» были приглашены сразу два актера – Расул Укачин, который играл юного Тыковылку, и Нуржуман Ихтымбаев. Он играл Вылку в зрелые годы. На Московском кинофестивале, а потом на международном фестивале в Маниле, его роль была признана лучшей мужской ролью. После «Великой самоеды» я снимался около 60-70 фильмов, но таких людей я уже нигде не встречал. Специально для нашего проекта «Солнечный снег» мы встретились со многими актерами в разных городах, занятыми тогда в кинокартине. И все они откликнулись на наше предложение вспомнить то время и обстоятельства, когда творилась история «Великого самоеда». Это было 36 лет назад. Тогда все мы были молоды, начиная от режиссера, наканчивая всеми актерами, которые снимались в этой картине. И поэтому это было счастье. Счастье сниматься в кино, счастье играть эту роль, потому что мы были молоды, нам казалось, что все впереди. Презентация проекта «Солнечный снег» о фильме «Великий самоед» состоится в сентябре. Она будет посвящена дню рождения округа, дню российского кино и 35-летию выхода знаменитой картины на экраны страны. Андрей Чуклин, Дмитрий Щепанов, Вадим Носкин, Телеканал «Север». На этом пока все. Увидеть новости можно и на нашем сайте. Адрес trksever.ru Далее прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова